Надя, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Надя, переключись, пожалуйста, на второй канал, проверим бесподнесущий прием. Ну, смотрите, я здесь, я не знаю, ну, 2 балла давайте я ей поставлю, уже плохо она принимает. Еще один эксперимент проводим. Смотрите, вот на первом канале у нас была запрограммирована аналоговая поднесущая сети CSS. Сейчас я переключусь на второй канал, где он открытый, да, и посмотрим вот в таком же положении, будет она лучше принимать или нет. То есть, есть сомнения, да, у некоторых людей, что сети CSS влияет на дальность связи и, соответственно, прием будет хуже. Давайте это проверим. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5 прием. 1, 2, 3, 4, 5, прием. Все, переключайся на Kenwood, прием. Но, да, разница есть. Это стоит на втором канале? Нет, обратно на первый переключись, прием. Смотрите, да, отработала она получше. Но мы для чего ставим поднесущую все время? Чтобы не лезла помеха и мы могли уменьшить порог срабатывания шумоподавителя. То есть, ставим порог ниже чувствительность, тем самым увеличиваем приемника и ставим поднесущую, чтобы она не открывалась от помехи. Поэтому, в принципе, я считаю, что все-таки эффективнее использовать поднесущие, но во многих случаях в аналоговом режиме, потому что можно уменьшить порог шумодава. Мы провели эксперимент, писали на канале в комментариях, что CTCSS влияет негативно на дальность связи. Мы тоже этот эксперимент провели. Да, на одной из точек связь чуть улучшилась, ну, там, на один балл, да, примерно, она приняла станция без кодов CTCSS получше. Но, смотрите, здесь какая ситуация. У данной станции в программном обеспечении ставится только два уровня шумоподавителя, нормальный и глубокий. Соответственно, мы оставляли нормальный. Но в обычной ситуации у других станций, где регулируется порог, мы ставим поднесущую и ставим порог срабатывания шумоподавителя ниже. Тем самым мы увеличиваем чувствительность приемника и тем самым мы защищаемся от помех. И я считаю, что вот этот выбор, да, такое решение с шумоподавителем, именно с пилот-тонами, более эффективное. Особенно для связи в городе и особенно для тех станций, приемники которых построены на чипах прямого преобразования. То есть вы же не хотите либо загрублять шумодав, чтобы не принимать, да, помеху, либо тогда сделать ниже порог, но принимать и соседние каналы, и промышленную помеху. Ну, сами понимаете, что у приемников прямого преобразования помехозащищенность гораздо ниже, чем у супергетеродинных. Поэтому мы все же рекомендуем коды CSS, если вы станции используете в городе, все же ставить. Потому что можно все-таки отработать более эффективно и более комфортно, по крайней мере, с этими пилот-тонами на канале. Все, на этом тогда закончим. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Это Viva Telecom. Всего вам доброго, до свидания.